Доброе утро, мои родные люди! Что-то песня там в голове стоит. Всем привет, мои хорошие. Всем доброе утро. Я пошла за Леруськой. Время у нас 8 утра. Погода шикарная. Тепло. Солнышко. С той стороны, правда, тучи, а с этой солнышком. Не знаю, какая сегодня будет по прогнозу погода, но сейчас утром теплый. Хорошо. Пошла за Лерусь. Я сейчас заберу, потом поедем на рынок. Что-то нужно купить опять из овощей. Мясо. Потом для бассейна все-таки. У нас бассейн... Вот сколько он, неделю, наверное, продержался. Сегодня встаю. Видно, что он начинает портиться. Вот, сейчас позвоню Лешиной жене, вот вовоз, который работает парнем. И спрошу у нее, что вот они какое-то средство покупают в бутылке. По-моему, мне вот про него писали. Я не помню точно, не буду врать, как оно называется. Вот, окончание, по-моему, на цит. Вот, алькацит или что же, что-то такое. Вот. И вот они, говорят, месяц не меняли. Перепробовали уже все варианты. Вот. Сегодня спрошу. Если что, купим, запустим. Только я не знаю, в какую воду его запускать. В чистую надо. С самого начала, когда вода заливается. Или уже в такую можно, которая начинает уже зеленеть. Это тоже очень важный момент. Потому что есть такие средства, которые нужно запускать именно в чистую воду. И они уже как бы не дают воде зацвести. А если вода уже начинает цвести, то средство не справляется. Так что уточню. Сегодня на улице дождик, что ли, был непонятно. Вроде не слышно было. Асфальт какой-то и не сухой, и не сырой. Ну, как будто вот что-то было. Миле, они вчера подарили вот такой вот набор для плетения браслетиков. Елена сразу подхватила это. Теперь плетет. Сейчас будет Леруси плести. Лера заказала уже в каком цвете ей надо? Нет. Ей радужный надо. Ну, радужный, я и говорю, заказала в каком цвете надо. Хочешь, я научу вам, давай? Надо вот такой на пальце крестик. Ну, это она без приспособлений вот этих вот. Здесь есть специальные приспособления. Миленка говорит, вот так мне удобно. И вот без крестика одну наверху делаешь. И вот эти, которые с крестиком, их закидываешь вот сюда. Видите, и так плести. Надо вот так вот делать, чтобы не выпало все. Вот сейчас мы пока с бабушкой будем ездить на базар. Милена Лере сплетет браслетик. Да, Лера? Я с вами поеду. Она набирает огурцов на засолку. Что, все? Хватит тебе? Что тебе еще нужно здесь? Здесь мне больше ничего не нужно. Мне только нужно перец горошек, горчицу. А, приправы? Да. Мы в еще один магазин с низкими ценами. Мама никак не может найти приправу для засолки огурцов. Семена горчицы. Зерна. Ой. Подожди, я забыла тележечку. Вы хотите взять? Нет? Нет, нет, нет. Так. Сейчас возьму курочку здесь. Мясо купила на рынке. С кошечком куплю здесь еды. Посмотрим, может быть, здесь еще мяско привезли. Рыбки, наверное, возьму той. Пангасиус. Далеко, как он правильно называется, мне очень понравилось. А тут белизны такой плохо нету. Гель-белизну я беру. Чищу раковину. Мне очень нравится. Здесь обычная белизна просто. Геля нету. Ах, вот он. Вот он. Санфор. Его же я вроде брала, если я не ошибаюсь. Или нет. Это для душа и ванны. французская лаванда. Свежая чистит. Так. А это ультрабелые. За 2 минуты. Вот этот, наверное, или это не тот? Это, по-моему, не тот. Сейчас возьму, а он мне не поможет. Не знаю, что делать. Это свежает, чистит, моет за 5 минут. Это для ванны и душа тоже чистить. Не знаю. И тот закончился. Раковину чистить надо. Взять, что ли, вот такой вот. Ультрабелый. 53 рубля. Возьму, наверное, все-таки. Сейчас все кошкам возьму. Вот вискос, рагу. Разбирает свою новую канцелярию. Вот такой вот дневник у нас обязательно кубанского школьника. Смотрите. Такой красивый, такой большой. Смотрите, красивый какой этот. Альбом для рисования. С обложкой прям. Ничего себе. Бабушка купила в Милене канцелярию в школу. Так. Мы тоже купили продукты сейчас в магазине, на рынке везде. Здесь наполнитель кошкам беру древесный. Здесь миф. Порошок стиральный. Здесь собаки забыла, ездила, смешала хлеб с супом и дома оставила, уехала. Так. Тут картошка. Тут мясо. Это геркулес. Голень куриная. Сыр. Макароны. Здесь люля-кебаб. Здесь пирожки горячие. Сейчас купили на рынке. Миленка съела вон уже половинку с картошкой. Взяла вот этот самфор. Не знаю, будет чистить как раковину. Нет, но посмотрим. Так. Здесь кошкам, колбаса, минтай и собакам. Вот. Сейчас будем пить чай, завтракать. И таблетки еще купила. Не было этого средства, которое Аня мне посоветовала. Его, говорит, уже месяц не завозят. Купила таблетки. Сейчас пойду сделаю таблетки. В общем, почищу. Я его реанимирую. Бассейн все время так делала. Ну, нету-нету. Что теперь делать? Я крышку оторвала от этого. А что это такое? Это крышка. Видишь, она рисует. Ну, это ручка. А с этой крышкой она не... А. Ну, все. Надо нам еще в этом дневнике нарисовать карту как маршрут, в общем, до школы нужно нарисовать. И листочек сюда вложить. Вот. Такой интересный дневник. Смотрите, здесь история Кубани. Мой безопасный путь в школу. Вот. Я только не понимаю, зачем нам надо рисовать этот путь, если будет ездить ребенок на автобусе. И вот здесь дополнительные занятия. А здесь уже начинаются... Будут начинаться оценочки. Да? Со второго класса. Попробовать это средство на раковине. Я, наверное, уже заколебала со своей раковиной. У меня Вова смеется все время, когда начинаю про раковину что-то говорить. Он говорит, ты уже с этой раковиной всех заколебала. Ну, может быть, кому-то интересно. Может быть, у кого-то тоже светлая раковина вот каменная. И это на самом деле проблема. Вот. Ну, вот этот самфор, я вот не помню, то ли он беспонтовый какой-то, я, по-моему, его брала, то ли не его брала. Ну, в общем, купила, потому что раковину чистить надо, а ничего нету. Для фикс-прайса ехать было неохота. Вот. Хотела одеть перчатки, чтобы сохранить ручки, а у меня все перчатки почему-то разошлись. Видимо, от старости разъела. Вот. Сейчас попробуем, что получится. Сначала губку смачиваю. Вот, видите, тут вот эти черные пятнышки, они еще отмываются. Это вот я сейчас мыла казан. И вот если шваркнешь, так по раковине остаются вот такие. Ну, и вот она желтизна. Это если чай слили, или кофе. Вылили остатки, и кружку поставили помыть. Вот. Вот так вот делать нельзя, потому что это моментально в этот камень все это впитывается. Сейчас посмотрим. Я взяла, там было несколько видов, я показывала в магазине, я взяла ультрабелый. Сейчас посмотрим. Без перчаток все время делаю. Сейчас хотела перчатки надеть, они оказались все, короче, разошлись. Ну, вот я даже уже шоркаю. Не схватывается она так быстро, как с тем средством из фикс прайса. Вот так вот пенится тоже, он тоже как гель. Очень у многих вот эти вот мойки светлые. И многие пишут, ничего сделать не можем. Вот у меня одно средство было, оно вот в фикс прайсе продается, вот эта белизна геля. Оно просто идеальное, просто вообще. Нет, ребят, оно очищает, тоже очищает. Если вот кому интересно, вот то смотрите, кому не интересно, перематывайте. Просто очень много девчонок смотрят, все хозяйки, и все делимся какими-то средствами. Ну и все. Вот я ее, значит, распенила. Сейчас еще вот здесь. Вот эту тоже всегда. Да. захватываю. к выходным дням. Меняю постель. Нам, Милене, все стираем и одеваем чистенькую. Всегда в пятницу, в субботу я меняю постельку. Мы еще жили, покупала вот такой вот контейнер. Очень мне нравится. когда в мешке покупаю порошок, в то время высыпаю. У меня там маленечко треснуло дно. Вова мне сделал такой, как скотч, блестящий. Чтобы порошок не высыпал. А так очень удобно, чтобы мешок не стоял, пересыпал туда порошочек, влази туда много. Вот это я пакет купила почти на 3 килограмма порошка. Здесь еще столько же влезет. И вот такая вот у меня тут кружечка. Кружечкой зачерпываю. И машинку. Все. Прошло 15 минут. Вот. Абсолютно белая, чистая, продезинфицированная раковина. Очень классное средство. Поэтому, если что, если не знаете, чем почистить, то, пожалуйста, результат. Ну, что, вкусно? София нас подкармливает. То арбуз принесет, то дыньку принесет. Да? Еще дать вам? мы еще это не съели. Ну, на всякий случай спрашиваю. Собираемся на улицу гулять. Я не пойду. почему? Нет. Не хочешь? Хочу делать? Ну, на велике езжай. Пешком. Мы переодеваться. Зашли только с улицы. В общем, не реанимировался у нас бассейн. Я сегодня туда и таблетки, и зеленку. Толку нет. Буду завтра сливать его. Ничего не помогает. от того средства, надо. Его тоже нету в магазине. Вот. Сегодня тоже читала комментарии ваши по поводу того, что мы сходили к монаху. Конечно, мнения у людей разошлись. Многие пишут, что это вообще черная магия. Никакой черной магии там не было. Там были так же, как и в церкви, свечки, молитвы. неужели, мне кажется, каждый человек в нашей жизни ходил к бабушкам или грыжу заговаривать, или у детей бывают эти волосики на спине, или у ребенка пупочек вот закручивать. Я и Леру Милену не водила, а Леру и водила, когда Лера маленькая была. И все как-то, мне кажется, здесь ничего такого вообще особенного нет. Сходить к такому человеку, который, ну, ближе к Богу, да, вот их называют вот этих монахов, он раньше был, служил в церкви, вот, и который ближе к Богу, который умеют просить, знают определенные слова, могут за тебя попросить, сказать, так же, как в церкви есть определенные люди, которые могут за тебя помолиться, попросить, вот. Кто-то вообще написал, что, ну, если вам надо помощь, надо было пойти, что в церкви, якобы, вообще даже не принимают таких бабушек, которые там что-то кому-то заговаривают. Вы вообще последний раз, когда были в церкви, мне кажется, в церквях сейчас такой беспорядок, это только вот одна церковь, это в церковь ты пришел, сам поставил свечку, помолился Господу нашему и ушел. А если, вот, я не знаю, вы не смотрите, наверное, новости или все, кто, вот в церкви батюшки, я не знаю, сейчас вот, мне кажется, очень мало батюшек, на самом деле, которые настоящие, потому что в новостях то и дело показывают, у этого батюшки, там, сумками деньги выгребают из домов, и даже вот этот человек, у которого мы были, вот этот монах, он даже сам говорит, в церковь, это сейчас осталось одно слово, церковь, туда можно прийти напрямую, там, вот это священное место, чтобы вот, побыть наедине, да, вот с Господом Богом, помолиться, поставить свечки и так далее. Но сейчас это до такой степени уже вот эти церкви, они стали бизнесом, что просто и эти бабушки, и эти папы, и эти батюшки, просто все вот там продается, продается, и просто вот эти же сами бабушки, они ездят все там на мерседесах и на джипах и так далее. Поэтому я тоже не считаю, что ваши слова как бы расходятся, здесь и так же расхождение идет, потому что все в нашей жизни живут на деньги. И в церквях сейчас то же самое, даже какая-то сейчас существует поговорка, что даже, я не помню дословно, но что даже Богу стыдно, что сейчас про его слова говорят в церквях, потому что сейчас, ну, это везде все просто перерастает в бизнес. Церковь – это бизнес. Какие-то такие, сейчас на детях-инвалидах делают огромные деньги, это тоже бизнес. Если вот такая вот огромная коляска, огромная, говорю, вот такая обычная коляска, я хотела сказать, если ты покупаешь такую коляску для обычного ребенка, просто возить для здорового, она будет стоить там, ну, я не знаю, пять тысяч рублей, там максимум десять, да, там в зависимости от производителя, то для детей-инвалидов точно такая же коляска, как для здорового ребенка, она будет сто десять тысяч стоить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, да, мне, конечно, жалко, что у вас ребенок-инвалид, но вот колясочка сто десять тысяч рублей, будьте добры, приготовьте и заплатите. Поэтому человек этот, у которого мы были, я не могу его, конечно, расхваливать, не могу что-то о нем такого говорить, но я по комментариям сужу, что то же самое сейчас, беспредел просто происходит во многих церквях, поэтому и все берут деньги, все берут деньги, машину мы едем освещать в церковь, батюшка с нас берет деньги за освещение машины, идем в церкви там ребенка покрестить, мы за это деньги платим за крещение ребенка, поэтому везде косыночку купить, ладно, слава Богу, что вода святая еще пока бесплатно, а так везде кругом, везде кругом, а мы дочи не торопимся. Бабушка еще сказала, что она волосы сушит, из бани только вышла, поэтому мы с тобой сильно не торопимся, можно нам маленечко поразговаривать. Поэтому вот такие вот дела. А то, что мы сходили, это никакой не колдун, бывают такие люди, которые занимаются черной магией, колдуют, я к таким людям никогда не хожу, но я считаю, что этого делать вообще нельзя, колдовать, кого-то там привораживать, или наоборот отвораживать, но это все возвращается. А человек, который со свечками просто молится, читает молитву, я не считаю, что здесь какая-то есть связь с черной магией. Ничего черного в этом нету. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.